Автодорожная, тихая, полевая – это три улицы в Велькино-Дулеве, которые не приспособлены для жизни. Жителям приходится согреваться, растапливая печь. А питьевую воду набирать на ближайших колонках. И это продолжается уже несколько лет. Люди больше не могут жить в нечеловеческих условиях. Раз, и пошел. На дворе 21 века Алексея до сих пор заготавливают на зиму дрова. Это единственный способ отопить дом. Удовольствие-то не из дешевых. В среднем за зиму он сжигает более 100 тысяч рублей. Это у меня еще котел есть. У людей котлов не у всех есть. У них печки? Да, у кого-то печки стоят, а там еще больше расход. Уходить из дома хозяин не может. Нужно постоянно поддерживать тепло в доме. Каждые 3-5 часов в котел необходимо подбрасывать дрова. Если, не дай бог, со мной что-то случится, просто некому будет дом отапливать. Вот, соответственно, дом замерзнет, а у меня дети. Вот, я не знаю, как дальше жить. В этом месяце Алексею удалось хоть немного сэкономить. Знакомые разбирали деревянный дом. И теперь запасов хватит примерно до января. Нет, Алексей ни отшельника, ни живет в глуши. Все происходит в черте города. И такая проблема в масштабе трех улиц. Правда, их существование мало кто знает. Здесь нет ни указателей, ни дорог, ни уличного освещения. Даже электричество в домах появилось совсем недавно. Свет мы проводили за свой счет, не надо говорить. За свой счет, тем более. По 140 тысяч каждый складывался у нас на участке. 26 инициативных человек. У нас вложились именно в эти столбы. За свой счет заводили аккуратно. Заводили электросчетчики все. 82 дома буквально отрезаны от цивилизации. Здесь ужасно живем, потому что нет у нас здесь ни газа, нет, ни воды, ни канализации. Дороги у нас здесь отвратительные, никто ничего делать не собирается. Освещения у нас уличного нет. То есть вечером сюда приезжаешь, здесь очень темно. А так как вокруг еще не все дома застроены, здесь страшно просто ходить, потому что неизвестно, кто здесь выйдет, кто по голове ударит. Когда люди покупали земельные участки, то рассчитывали на все необходимые условия для жизни, в том числе и газификацию. Ведь проект о строительстве газопровода был утвержден местной администрацией еще два года назад. В 2013-м нас так и ничего не провели, не следует 2015-го. Мы вроде как потерпите, потерпите. Мы терпели, ждали. 2015-го уже на исходе. Мы пришли в администрацию, где нас общими словами рассказали нам, что даже и в 2017-м газ нам не будет. Основная проблема в том, что большая часть улиц не освоена. Газовую трубу придется прокладывать прямо через лес. Но, как отметил глава города, проект по газификации будет реализован после окончания строительства газопровода в микрорайоне Дулёва. Соответственно, в программе, которая у нас есть, планируется в 2016-м году реализовать проект газификации на Ленинском переулке и в 2017-м планируется реализовать проект газификации на Тихой автодорожной полевой. Что касается освещения, то оно может появиться уже в этом году. В настоящее время объявлены торги для того, чтобы провести уличное освещение к ним с третьей пятилетки, осветить остановку при въезде в город, осветить поворот к ним, вот эту дорогу и прийти к ним туда. И, соответственно, найти столбы, которые там есть, подсоединить и в целом поставить еще дополнительные опоры, чтобы улицы были освещены, но уже не от них, вот от того трансформатора, который есть, а именно от учреждений городского. А вот дороги здесь будут не раньше следующего года. За всеми проводимыми работами будут следить не только жители, но и администрация Орехово-Зуевского района. Этот вопрос был взят на особый контроль.